Когда начинают говорить о работниках культуры, то сразу приходят на память красочные веселые мероприятия и концерты. И кажется, что у этих людей не работа, а сплошные праздники. Благо в нашем календаре их большое количество. Но за всем этим бесконечным карнавалом стоит огромный труд. А сколько времени уходит на поиск материала, сколько репетиций и бессонных ночей, признается Ирина Маскаева, которая более 45 лет своей жизни посвятила работе в сфере культуры. Сначала она была концертмейстером в музыкальной школе, а теперь она методист районного историко-культурного центра. На ее счету организация многих творческих встреч для ведновчан любого возраста. У нас выступления очень часто. Концерты подготавливаем тоже интересные. Они пользуются успехом наших слушателей, наших жителей. Работники культуры – люди особенного склада. Они как творческие горящие маяки с легкостью увлекают за собой в мир прекрасного. Поэтому неудивительно, что это яркое действие, на котором собрались сотрудники многочисленных учреждений культуры Ленинского района, производило впечатление звездного фейерверка, каждая искра которого – колоритная, талантливая, неповторимая натура. В культуре нет случайных людей. В культуре творческие люди не задерживаются, если они этим не болеют, если они не отдают всю свою душу. Это действительная истина, и я абсолютно уверен, что в этом зале здесь присутствуют самые большие таланты нашего района. Именно благодаря вам мы проводим не только мероприятия, а мы делаем нашу жизнь прекрасней, богаче и, конечно же, стараемся побольше улыбаться. В рамках мероприятия прошла церемония награждения районными и областными наградами. Их вручили 42 работникам культурно-досуговых учреждений, музеев и библиотек, руководителям и педагогам детских школ искусств, творческих коллективов художественной самодеятельности. Под окном широким, да, под окном высоким. Еще одним подарком от главы района стало вручение первых трех сертификатов на новые квартиры. Наталья Буслаева, Павел Игнатьев, Видное ТВ.